всем привет рада вас приветствовать моем новом влоге меня зовут катя канал мы называется уютный мир игрушек амигуруми прошлом влоге я показывала вам игрушку я ее собирала и наконец-то я ее оформила я решила у обезьянки оставить жабо и мне очень понравилось как это все выглядит и вот такой готовый результат у меня получился рост обезьянки в принципе как и всех игрушек по одной схемке у меня выходит 12-13 сантиметров он все зависимости конечно какой вы используете пряжу и каким вяжите крючком я вижу крючком номер два это все пряжа yarner джинс кроме бежевого оттенка это казал джинс глазки я здесь использовал номер 7 прошлой обезьянки я вязала по моему глазки я использовала поменьше если не забуду ставлю фотографию посмотреть для сравнения потихонечку готовятся описание на эту обезьяночку поэтому чуть-чуть осталось подождать и будет уже мастер-класс так я начала вязать новый заказ у меня заказ для детского развивающего садика я продолжаю вязать пошлом заказе я вязала овощи и фрукты фрукты я отдала но сказали что мы забыли написать дыньку в список и мы точнее мы и девушка написала что хочет дыньку и виде торпеды такую более овальную чем круглый и у меня получился такая в дынька вязала я ее и стопроцентного хлопка крючком два с половиной в две нити здесь белый оттенок оранжевый и немножко добавила зеленого и зеленой ниточки для так сказать для для натуральности потому что я открывала торпеду в принципе она там разная бывает и полностью желтенькая и в краплениях и зелененькими краплениями и сделала такие небольшие пятнышки вот отправила заказчицы правда заказчик просто посмотрел фотографии ничего не ответил но вроде сделала соцопрос у себя дома вроде сказали что похоже а вы что думаете похоже на дыньку или нет в этом плане я очень переживаю но если заказчик промолчал значит все хорошо правильно вот так вот я думаю вот рост не измерял но примерно может быть сантиметров вот 13 сантиметров так же как и обезьянка хочет волку словить две ниточки взяла хлопок хлопок белую ниточку я использовала я как-то покупала фикс прайсе летнюю и желтый хлопок это тоже турецкая пряжа детская дива по моему вот я из них вязала связала дынька очень быстренько так дальше что у нас и дальше я начала вязать медведя мне нужно связать белого медведя это получается эмблема самого садика белый мишка ум к и вот я наконец-то начала вязать из полу хлопка я не стала вязать потому что мишка эмблемка он будет сидеть у них на ресепшен и игрушка должна быть достаточно большая как бы чтобы ее можно было видеть ну не маленькой не 20 сантиметров сидячем положении и я использую пряжу как я нашла в магазине удачный выбор называется пехорка классическая серия и оттенок номер один а метраж у них я не пас метраж 200 метров на 100 грамм то есть она такая более толстенькая также вяжу крючком два с половиной и вот что у меня получается вот так вот у меня связан носик я здесь использовала бархатный и что я накосячила или мы может быть все такие бархатные носики у меня видите в районе носика черненькое пыление то есть бархатный носик у меня посыпался я конечно постараюсь после того как оформлю мордочку уже с глазками я я постараюсь почистить сейчас не хочу размазывать так как я еще работаю с головой надеюсь у меня это все черные пятнышки уберутся глазки по картинке у мишки очень большие я их заказала на валдбересе так как у меня нет наличия вот что пока придут по схемке я вижу мишку я вижу по схемке своего они доделала на пандингтона а так как у меня пошли заказы немножко мастер-класса у меня отошел в сторону мишка сам полностью готов здесь осталось просто мне оформить ручки и все никак не могу добраться и заодно проверяю схемку чтобы все петельки все сходились как раз таки и надеюсь что я оформлю этот заказ отдам и у меня будет время доделать мишку и наконец-то взять девочек мастериц для тест для тест-драйва для тестирования мастер-класса вот так что у меня связана голова две ручки вот ну и тоже и посмотреть размер ручка из полухлопка из акрила до мишка будет конечно же большим как раз таки то что надо так голова две ручки и начала вязать ножку ножка тоже такая большая получится где у нас вот разница вот надеюсь мишка очень получится симпатичный из белой пряжи я все-таки довяжу моточков я на всякий случай взяла два оттенка если вдруг не хватит так на сегодня у меня такие продвижения процессы пока я еще не начинала ничего вязать я немножко отдыхаю после работки пришла домой поздно потому что жара была и футбольные матчи оттянули на вечер вот все сегодня буду вечером вязать и покажу конечно же что у меня получилось все до завтра всем привет сегодня нас уже вторник честно говоря подключаться не хотелось сегодня потому что связала очень очень мало но раз я решила вести вязальный влог то решила что пусть я от сниму минутки на 2 может быть на 3 если повезет но это будет каждый день я достала уже 2 моточек пряжи удачный выбор из которой я вижу медведя и хочу показать вам продвижение за вчерашний и кусочек сегодняшнего дня вчера я практически отдыхала так как понедельник был после работки и успела довязать ножку и сегодня оформила вторую и также оформила лапки как на фотографиях сделала розовые пятнышки пока приколола иголочками потом буду подшивать в принципе мишка практически связался мне осталось буквально одно туловище и а сходить на вал перес получить глазки сегодня по идее не должны прийти и вечером схожу и хочу уже оформить мордочку и начинать потихонечку пришивать все маленькие детальки в этом случае мне только ушки пришить мне очень хочется посмотреть как какой размер получится этого медведя и как он будет выглядеть и хочу купить соотношение такой же пряжи чтобы я вязала крючком номер два с половиной и связать винни пуха по этой схемке желтенького вот оранжевого в принципе мишка меня это очень радует мне очень понравился как он у меня получился единственное что я немножко изменила в мордочку чем в первой 10 немножко удлинила но думаю может быть еще удлинить носик еще добавить рядов посмотрим как я свяжу 3 и выберу уже окончательный результат пока сама его тестирую и обязательно обязательно с вами вот тоже протестируем мне уже очень много пишут девочек спрашивает когда будет тест я сама очень хочу быстрее начинать уже тестировать начинать уже оформлять его фотографировать но нужно завязать заказом этот мишка беленький идет заказ потом еще одну игрушку и в августе мне еще один пришел заказ может быть начали и все и пока будет такой небольшой перерыв я обязательно займусь этим медведем и мы обязательно обязательно его свяжем после я обязательно сделаю вконтакте в яндексе не в общем везде сделаю в инстаграме чтобы чтобы где-то конкретно вы точно увидели если вдруг видео уже запоздала я снимаю раз в неделю до в постах в интернете там в инстаграме там выходит быстрее так что обязательно где-нибудь будет но смотрите до конца июля точно теста не будет так как я вижу заказы потом еду за старшая дочка их бабушки забирать уже санапы и все и готовятся будем к школьным к школе точнее школьным временам ну все в принципе что я хотела вам показать все что хотела рассказать я пошла дальше вязать и надеюсь надеюсь очень что завтра же будет полностью готова мешутка и уже с туловищем и с глазками все и там уже отправлю фото заказчицы она скажет довязывать какой-нибудь аксессуар мишки или нет так как на эмблин к них он полностью в белом и розовые пятнышки на ножках и на ручках на ручках я здесь просто наверно выше у розовые такие кругляшки принципе все на это все что я хотела вам показать сегодня вторник напоминаю и встретимся же завтра в среду пока всем приветик сегодня нас уже новый день и смотрите кого я к вам принесла кого я вам хочу показать мишку я полностью связала оформила пришила все детальки единственное что я еще не вышила бровки вот заказчице отправила ей все понравилось сказала добавить бровок но на аватарке точно на эмблемке я их там не увидела и решила форму немножко чуть попозже скажу так что нитяное крепление мне дается всегда очень тяжело я переделываю всегда по несколько раз но в этот раз доделывают до конца но в этот момент и в этот раз одна ножка как-то она закреплена хорошо как и это но она немножко видите назад отходит не хочет ровненько стоять но мишка будет постоянно сидячем положении поэтому сидит тут очень хорошо ножки находятся в ровном положении и я довольна своим результатом и тут такой хвостик еще благодаря хвостиком он сидит очень хорошо очень плотненько вот к этому заказу к этому низким не еще пришел до заказ сказали сделать ему новогоднюю шапочку вместе с шарфиком потом связать ему свитерочек тепленький и связать маечку я так поняла это будет для сезона то есть новогодние праздники да у нас начинают уже украшали в декабре он будет на ресепшене стоять сидеть точнее в новогоднем колпачке в холодные времена осенью и зимой он будет сидеть свитерочки а в теплые бери времена весна-лета будет сидеть в кофточке с короткими рукавами единственное на маечке кофточки попросили сделать вышивку эмблемки я прям не знаю как я это буду делать потому что вышивать это точно не моё ну конечно попробуем мы посмотрим что будет ну получается что опять же мой вяза блок растягивается но постараюсь закончить его ближе к воскресенье что получится успеть то конечно же покажу так что а давайте я вам расскажу по поводу роста и сколько мне ушло пряжа на этого медведя у меня ушел ровно один моток матки было изначально взвешено 96 грамм единственное что я добирала из нового матка это мне буквально чуть-чуть не хватило пару рядов довязать для хвостика и брала ниточку для того чтобы сделать утяжку на ножик и на ручках если бы моток был полностью 100 грамм то я думаю бы мне хватило одного матка вот прям прям почти идеально один моток как на yarner джинсы у меня вышел на пандингтонов коричнево и также и здесь один моток вышел 100 грамм здесь 200 метров вот если же конечно попробовать связать такого медведя из пряжи лана голды крючком также 25 то наверное хватит потому что лана голд у нас также идет 100 грамм но 240 метров больше то есть и ниточка еще будет запасом в сидячем положении я его измеряла он у меня 19 20 сантиметров выходит 19 20 сантиметров а в длину я его не смотрела длину он выходит примерно 27 28 сантиметров вот так вот у меня крепыш получился в общем на самом деле связала его очень быстро так как плюс еще пряжи и моточек быстренько ушел там буквально за несколько дней и у меня уже готовый результат честно говоря хочется немножко отдохнуть от мишки немножко пальцы болят от большого крючка от напряжения потому что из толстой пряжи все равно тяжелее вязать чем из тонкого полухлопка я медуяр на джинсам поэтому решила немножко разбавить зайчиками сегодня нас уже точнее у меня уже ближе к вечеру хочу успеть связать пару зайчиков и заодно как бы разбавить свой вяза влог не только мишкой но еще какие-нибудь маленькими игрушками чтобы было более интереснее смотреть вот а может быть начну вязать заказ который у меня был к августу там тоже детский набор погремушка держать для соски пустышки и носочки но носочки у меня готовы в есть я их не вижу это у меня заказе вот так что показала своим готовый результат результатом довольны и пошла дальше работать все и всем до завтра всем привет сегодня нас уже новый день сегодня нас пятница в четверг я проленилась четверг я ничего не снимал но конечно же я вязала а я достала свои моточки карта по амигуруми они лежат у меня очень давно плюс у меня еще есть дополнительный к ним одинаковые цвета и давно думала что из них не повязать и прошлом кусочки которые я снимала я хотела повязать малюта к зайчиков и как раз таки думала что раз она у меня лежит потому что метраж здесь 130 метров на 50 грамм не туда и не сюда и пряжа это немножко отличается от полу хлопка по толщине это крючком я вижу 225 из этой пряжи мне комфортно из нее вязать с этого крючка а джинсы я могу только максимум двоечка вязать чтобы игрушка была плотная давайте вам покажу что у меня получилось но по соотношению цены например карта пу и yarner джинс сказал джинс игрушка получается дороже я изначально вязала все как по схемке маленьких зайчиков но поняла что голова ну сам сама игрушка получается такая объемная и решила просто сделать ему ножки по длине и съемка идентична зайки малышки ссылочку и также на мастер-класса оставлю просто здесь удлинила длину ножек на 30 рядов и удлинила ручку здесь 21 ряд ручек и все и вот такая зайка у меня получилось связала я из-за этого оттенка карта по амигуруми вот дальше я на этом конечно же не остановилась мне хотелось посмотреть где сколько из какой пряжи уходит остаток из одного моточка у меня осталось примерно 89 грамм то есть на игрушку у меня ушло 41 42 грамма это как бы много например если я с yarner джинса могу эту игрушку продать ну к примеру 650 700 рублей из рост у нее получается 29 сантиметров то из карта по амигуруми получается игрушка должна быть дороже так как сам цена по соотношению я покупала она была дороже чем сейчас джинсы на самом деле я не знаю сколько она сейчас стоит я ее искала но вроде как мне сказали что карта по амигуруми сняли с производства и сейчас выкупила компания гималай и вот ну по цене гималая там 145 метров идет моток стоит 100 с лишним рублей вот теперь у меня также затрудняются вопросы если я буду вязать из карта по у них много оттенка сколько оставить цену на такого зайчика вот это вот остаток у меня потом я связала же голубенького зайчика он получился немного худее чем фиолетовый но рост у них одинаковые уберу рост у них одинаковым немножко видите да отличается объем головы но не сильно но это у нас газал джинс и на этого зайка из газала джинса у меня ушло 32 грамма пряжи и еще осталось 18 грамм то есть из одного моточка можно связать полноценную погремушку например и у такого зайчика в набор с одного моточка карта пул только вот одного зайку вот хочу еще такого же зайка уже связать из ярный джинс посмотреть какой оттенок и выбрать для себя таких заек мне нужно навязать очень много это не заказ это моя прихоть так как я еще весной себе ставила задачу 100 зайчиков к новому году у меня есть несколько маленьких и два больших к набору вот и хочу еще повязать таких разных оттенков и заодно выбрать с какой пряжи лучше виза вяжется так это немножко отодвигая в сторону и сейчас я вам покажу процессы точнее процессы что связано с медведем так у меня мишка я начала ему вязать свитерок пока только связала рукава и сегодня займусь полностью оформлением свитерочка попросили сделать голубеньких оттенках я вижу из казалось джинс мне нужно и связать эту пряжу она такая знаете более бархатная что ли сказать и очень сложно из нее вязать игрушки крючок не скользит он упирается в пряжу и очень туго идет вязание вот это вот мне очень не нравится вот этого зайка кстати я вязала из этой пряжи и прям когда связала голову уже пожалела что начала вязать с этой пряжи но просто надо было же довязать и посмотреть как будет результат и вязала все это крючком 225 вот такой еще эксперимент с крючком у меня вот пока связала ему рукава и связала ему уже новогоднюю шапочку вот сейчас я одену и расскажу с какой ниточки я вязала шапочку я вязала в 2 нити из пляжи из пряжи alize royal 40 сама ниточка это тоненькая то у нас получается состав 100 грамм на 480 метров а состав у нас идет 60 процентов акрила и 40 процентов шерсти из такой ниточки только другого оттенка я вязала маленького лисенка вяжется тоненьким крючком сложновато потому что она сама ворсинистая и крючок цепляет но все равно игрушки получаются очень замечательные вязала шапку в две нити сделала два ряда обвязки лизе софте мини и сделала бомбон из козьего из козьей пряжи до который состав и начисала он такой получается пушистый не стала рисковать своим терпением и нервам вязать и софте и бомбончик потому что софте мне не получается писать только вот на обвязку вот такие вот процессы у меня были за полтора дня на этом я конечно же не останавливаюсь продолжая снимать вяза влог до воскресенья до воскресенья и воскресенье мы посмотрим что я успела вообще связать за всю неделю вот от вас конечно же жду какие-нибудь вопросики комментарии может что-то интересно подсказать рассказать буду очень ждать с нестрепением спрашивайте и кстати еще небольшой анонс по поводу мастер-класса на мартышечку на обезьяночку я уже поставила описание в яндекс и вконтакте ссылочки будет внизу под видео кто хотел обезьянку долго ждал я наконец-то сделала описание можете проходить и вязать рост этой игрушки 13 сантиметров вязала все крючком номер два пряжа yarnart джинс вот так что сегодня вечер пятницы итог свой вам рассказала и пойду дальше вязать в планах еще связать одну зайку из yarnart джинса и начать из-за cotton gold все до связи до завтра связала свитерочек вязала вот у меня остаток из целого моточка еще не свешивала что позже взвешу связала пока здесь приколола иголочками здесь будет воротничок так стоять и пуговки кнопочки будут сзади сейчас пойду его постираю потом буду прятать ниточки вот потом мне нужно будет сделать полосочки потому что я забыла вывязать белые полосочки как просил заказчик на свитерочке я просто делаю соединительными столбиками сделать здесь две полосочки белые действия полосочки в принципе в принципе я результатом довольна сейчас его постираю он станет немножко помягче и будет симпатичнее смотреть на игрушки смотреться на игрушки и все вязала все крючком вывязывала сначала вывязала рукава потом рингланом спускалась и рукава я ввязывала они потом вывязывала из реглана короче как то так все осталось ему связать маечку такую же такой с коротенькими рукавами ну и на я разделаю больше в облипочку чтобы не такая широкая была и довязать шарфик новогодней шапочки и все всем привет сегодня нас уже воскресенье и я хочу подвести итоги что успела связать за эту неделю вчера я ничего не вязала я вчера была на матче у меня вчера подработка была то есть я работаю во время матчей когда идет футбол и получается вчера я отдыхала можно так сказать а в пятницу я немножко повязала успела связать еще одного зайку на длинных ножках но уже связала из пряжи ярно джинс не успела пришить еще ушки только оформила все детальки кроме ушек и что я хочу сказать что он получился у меня таким маленьким худеньким зайчиком но в принципе тоже размер и рост меня устраивает как будет получаться вот ну конечно же из амигуруми картопу мне больше всего нравится получился зайка размер и сама вязка как идет вот на этой недельке я успела связать троих зайчиков дыньку который вам показывал вначале и конечно за мишка мишка это мой любимчик на этой неделе это же я с ним пока еще ничего не делала только цвет рочек уже высох я его одела но не успел еще оформить белые полосочки как раз таки начнется новая неделя буду оформлять его доделывать все пуговки пришивать бирочку пришью тут уже прицепила чтобы не забыть и довязывать маечку шарфиком и все так и еще успела конечно же начать это в пятницу небольшой процессик из плюшевой пряжи dolce baby это яр на джинсы на более тоника чем стандартный это чем стандартный плюш так что следующей неделе тоже будет такая более интересная чем это будет много игрушек из плюша также зайчиков повяжу еще разненьких и довяжу медведям в общем такой вот небольшой процесс надеюсь вам вяза блок тоже такой же понравился вы поставите мне лайк подпишитесь на канал и зададите какие-то может быть интересующие вопросы все на этой ноте я с вами прощаться до понедельника то есть до нового следующего вяза блога пока пока а кстати шучу и еще наверное на этой недельке выпущу один еще один мастер-класс одно описание только нужно определиться но я все же думаю может быть зайчиком маленького если вдруг вам понравился такой большой вы сможете связать маленького зайчика и такого же большого большой зайчик повторяюсь я вязала 30 рядов ножки и 21 ряд ручки а все остальное по маленькому зайчику сейчас вам покажу вот его я вязала тоже из яр на джинс крючком номер два и в принципе вот смотрите как получается может быть менее сильной плотно набивала так как это я взял крючком 225 он получается немножко больше а это крючок номер два а съемка одна и та же так что наверное в пятницу будет описание на зайчика а если не хотите ждать то все описание есть у меня в группе вконтакте оставлю ссылочку проходите вяжите все теперь точно пока пока и до следующего влога